Второй том книги «Открытым оком», вопрос номер 734. «Есть ли у вас какие-то определенные правила поведения для приходящих в вашу общину? Если есть, то где вы их взяли? Имеют ли они подтверждение в Библии, в канонах?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Эти правила появились не сразу, но мы постепенно доходили до необходимости чего-либо, и таких пунктов ныне 16. Это все отпечатано и вывешено в рамки. У нас есть специально избранные на общем собрании исполнители-наблюдатели, которые следят за притворением в жизнь принятых решений и добиваются их выполнения неукоснительно и беспощадно преследуют нарушения. Бог дал нам ревностного брата на этой должности, Дебунова Игоря Владимировича. Дай Бог ему здоровья на долгие годы. Однажды, придя помолиться в Никольский храм, он заметил на дверях храма пояснения для входящих в храм, женщинам не быть в брюках и прочее. Заметив нарушителей, он сделал им замечание, как делают у нас, но его тут же вычислили и строго предупредили никому не делать замечаний. Как обычно нам говорят, иди к своим баптистам и там наводи порядок, и нечего здесь командовать у нас, у нас есть батюшка, он нас и без вас научит. Ясно, что попытка наводить порядок с помощью пояснений на дверях без таких наблюдателей-исполнителей является всего лишь видимостью. Вот наши правила о церковной дисциплине. Первое. Торговля категорически запрещена в храме и в церковной ограде. Ссылки. Евангелие от Иоанна, 2 глава, 16 стих. Евангелие от Матфея, 21 глава, 12 стих. Шестой Вселенский собор, 76 правило. Седьмой Вселенский собор, 5 правило. Второе. В храме не разговаривать даже шепотом. Ссылки. Первое послание Коринфянам, 14 глава, 34 стих. Шестой Вселенский собор, 70 правило. Стоглавый собор, 14, 38 правило. Третье. Пост строго обязателен для всех христиан и оглашенных. Ссылки. Апостольское постановление, 69. Шестой Вселенский собор, 58 правило. Тимофея, 8, 10 правило. Новая скрижаль, страница, 248. Нарушающий пост отлучается от причастия на два года. Ссылка. Настольная книга священнослужителя, том 1, страница, 535. Четвертое. В алтарь мирянам и женщинам не входить. Ссылки. Шестой Вселенский собор, 69 правило. Ладийский собор, 19, 43 правило. Пятое. Свечи только чисто восковые, без малейшей примеси. Ссылки. Книга Исход, 27 глава, 20 стих. Книга Левит, 10 глава, 10 стих. Книга Пророка Иезекииля, 22 глава, 26 стих. Апостольское постановление, 72. Новая скрижаль, страница, 43. Симеон Солунский, глава, 25, 134. Елей натуральный, не вазелиновое масло. Ссылка. Стоглавый собор, 44, 47 правило. Шестое. При возгласе, оглашенные из Эдити, им выходить в притвор, так же и отлученным за грех, кроме куп настоящих. Ссылки. Первый Вселенский собор, 14 правило. Карфагенский собор, 58 правило. Неокисарийский собор, 5 правило. Новая скрижаль, страница, 50, 52. Седьмое. На богослужение не опаздывать, не уходить до окончания. Ссылки. Первый Вселенский собор, 14 правило. Карфагенский собор, 52 правило. Неокисарийский собор, 5 правило. Опоздавшие верные стоят в притворе до оглашенные из Эдити. Восьмое. На молитве стоять благоговейно, ноги вместе, не подгибая, не оглядываться, руки не держать сзади, поклоны строго по уставу правильно. Девятое. Детям не создавать шум, при крики выносить. Десятое. Мужчинам не носить галстук, женщинам мужской одежды. Ссылки. Книга Второзакония, 22 глава, 5 стих. Шестой Вселенский собор, 96 правило. Стоглавый собор, 38-е, 90 правило. На богослужении всегда быть в поясе, рубаха на выпуск. Нежелательно быть в джинсах. Свитера можно только под рубашку. Ссылки. Первая книга Царства, 17 глава, 14 стих. Послание к Эфесинам, 6 глава, 14 стих. Женщинам строго платок, волосы совершенно закрыты, руки закрыты до кистинок. Край платья не выше 10 сантиметров от земли. Никаких украшений, косметики, никогда. Одиннадцатое. Крещение совершается только над прошедшими катехизацию, над истинно уверовавшими в Иисуса Христа. Ссылки. Правило 14 апостола Павла, 6 Вселенский собор, 78 правило. Ладийский собор, 45 по 47 правило. В полное троекратное погружение. Обливания, мочения, кропления, закрещения не признаются. Неуверовшие, непогруженные считаются некрещенными. Апостольское постановление, 50-е. Все таинства и требы совершаются бесплатно. Для неверующих не совершается ни крещения их детей, ни отпеваний, ни других таинств и треб. Ссылки. Второе послание Коринфянам, 6 глава, с 14 по 15 стих. Апостольское постановление, 47. Первый Вселенский собор, второе правило. Шестой Вселенский собор, 96 правило. Седьмой Вселенский собор, 8 правило. Василия Великого, первое правило. Новая скрижаль, страница 365. Двенадцатое. Во всем соблюдать главенство мужа. При подходе ко кресту, к причастию, первые. Тринадцатое. Без нужды три воскресных дня к ряду презревших богослужений отлучается. Ссылки. Шестой Вселенский собор, 80 правило. Гангерский собор, 5 правило. Антиохийский собор, 2 правило. Четырнадцатое. Табакокурение, пьянство, бродобритие, волшебство, зрелище запрещены. Пятнадцатое. За порядком в храме наблюдают староста и стража у дверей. Ссылки. Книга числа, 1 глава, 53 стих, 8 глава, 26 стих. Книга деяний апостольских, 5 глава, 13 стих. Шестнадцатое. После окончания богослужения или до начала подойти к незнакомым и вновь пришедшим, оказать им внимание, по возможности ответить на их вопросы. Книга деяний апостольских, 5 глава, 13 стих. Книга деяний апостольских, 5 глава, 13 стих.